Мы начали рассматривать вопрос о том, как охарактеризовать положение под многообразие коразмерности 1 в евклидовом пространстве. Я напомню, что если у меня есть просто евклидовое пространство РМ и гладкая функция на нем, то вторая производная на паре векторов ВВ в точке П. Считается просто... Значит, мы берем смешанные вторые производные по парам координат Х и ХЖ вычисляем в точке П, кто там был, В и ВЖ. Значит, получается симметричная билинейная форма. Ну и вот она и ее вариации являются главной нашей темой. Значит, мы рассматриваем М мерное гладкое многообразие в М плюс одномерном пространстве и описываем, вот как оно располагается в этом пространстве. Значит, в окрестности точки П. Ну, я в основном вот этот индекс, обозначающий размерность, писать не буду. Просто там я хочу напомнить, что у нас происходит. Мы смотрим на многообразие, размерность которого на единичку меньше размерности эвклидового пространства. Значит, мы задали его как график. Значит, мы рассмотрели касательное пространство и задали мое многообразие как график. Значит, вот для точки В. Мы выбрали нормаль, единичную нормаль к касательному пространству в точке М. И в соответствующих координатах, значит, есть ли здесь координаты В1, ВМ. Значит, я могу считать, что начало координат это и есть наша точка П. Начало координат в касательном пространстве, которое мы отождествили с мерным евклидовым. И тогда около точки П. М это просто график функции H. Ну вот, из РМ, из касательного пространства в ортогональное дополнение. Просто координата. И мы назвали второй квадратичной формой поверхности в точке П. Да, ну, единичную нормаль. Давайте выберем. Мы назвали второй квадратичной формой поверхности М в точке П. Значит, билинейное отображение из произведения касательного пространства на себя в прямую. Такое, что на паре векторов W1, W2 касательного пространства это самая вторая форма это просто вот этот самый дифференциал функции H значит, вот ну, в точке П или в нуле как угодно. лучше я все-таки буду писать П чтобы на этой паре векторов. Значит, мы отметили, что нуль это критическая точка отображения H значит, там первый дифференциал вращается в ноль все частные производные вот и первое, что мы доказали что если взять сечение поверхности значит я ее буду называть поверхностью все равно значит, если мы возьмем единичный вектор W в в касательном пространстве проведем через него и через нормаль плоскость значит, это вырежет на поверхности кривую значит, что кривизна этой кривой она как раз и равна второй форме вычисленной на вот этом единичном векторе значит, я могу давайте пойдем дальше я могу написать формулу Тейлора второго порядка в нуле для функции H H от V H от 0 0 D H от 0 на V в нашей ситуации это тоже 0 ну плюс половина вот этой самой плюс U малая значит у нас от квадрат конечно у нас вот эти первые два слагаемых формуле Тейлора нули поэтому получается квадратичная форма но я напомню мы довольно много внимания этому уделили что у меня есть естественное соответствие между билинейными симметричными отображениями и квадратичными формами которые получаются когда я подставляю одинаковые аргументы значит и вот эта формула Тейлора порождает ну или можно значит написать что это получается вторая форма и это порождает такую важную характеристику поверхности в этой точке как соприкасающийся соприкасающийся проболует так соприкасающий нет одна вторая потерялась значит я могу рассмотреть ну локально около этой точки поверхность которая задана значит вот этой квадратичной формой значит H от V ну аж с волной не знаю как угодно это вот как раз и есть это функция которая определяется этой квадратичной формой значит она аппроксимирует мою поверхность с точностью до O малая от V квадрат ну и мы можем во всяком случае при M равном 2 посмотреть что происходит как он выглядит давайте введем в этом касательном пространстве координаты x y z координата по дополнительной оси по нашей нормали и тогда что мы можем получить значит мы можем получить в качестве этого самого соприкасающегося параболоида эллиптический значит я буду писать уже в приведенных координатах там где-то квадратичная форма имеет простой вид значит z ax квадрат плюс by квадрат и a и b одного знака ну понятно если a и b положительные то я получаю параболоид который пошел вниз в этом случае точка p называется эллиптической точкой значит возможен случай когда a и b имеют разные знаки они оба не нулевые значит в этом случае мы получаем гиперболический параболоид я напишу так z равно ax квадрат минус b и b квадрат с положительными а и b и это хорошо известная нам картинка которую нужно значит x y z значит при y равном нулю мы получаем вот такую параболу ну а дальше вот получается седло в плоскостях x равно константе получать такие параболы естественно эта точка называется параболической ну и возможен случай когда один из коэффициентов 0 а 1 не 0 ну например z равно а x квадрат с положительным а мы получаем написал мы получаем цилиндрический пробалует значит что мы получаем на картинке у нас не зависит от игрок поэтому получается вот какая-то такая вот вещь ну и . называется цилиндрической ну и наконец возможен четвертый случай когда квадратичная форма вырождается тождественной 0 так называемая точка воплощения значит соприкасающиеся парабола этого рождается просто плоскость вот ну вот здесь видно различие видно различие между первой и второй формами значит я напомню мы показывали что локально первая форма у цилиндра такая же как у плоскости а вторые формы у них разные значит вот теперь такая важная техническая вещь мы хотим определить разумным образом вторую производную и разумным образом она определяется в критической точке давайте это назовем этот кусочек словом гисян происходит от немецкого математика рассмотрел с значит вот что происходит давайте вот аккуратно значит пусть у меня м гладкое многообразие сейчас мы на секунду забудем о поверхности ф гладкая функция на м всегда у нас функции гладкие и по критическая точка ну я напоминаю что это означает ну вот в данном случае что дифференциал ф фп нулевой вот что мы хотим изучить вот давайте рассмотрим точку п рассмотрим кривую гамма гамма все естественно происходит на многообразии м значит гамма т гладкая кривая проходящие через п плюс при т равном нулю и у нас есть векторное поле дубль в вдоль кривой гамма это означает вот что что в каждой точке гамма т у меня есть касательный вектор в в в в т к моему многообразию ну касательно вектор естественно вот в этой точке он лежит в касательном пространстве у нас было понятие ну это было одно из основных свойств касательных векторов дифференцирование функции вдоль вектора мы рассматривали дифференцирование которое порождается значит ну естественно мы можем функцию дифференцировать вдоль этого векторного поля значит в каждой точке получается своя производная вдоль вектора w от t и я хочу понять чему равна как выразить производную по t вот значит такая теорема что существует симметричная билинейная форма б на касательном пространстве в точке п такая что производная по t от вот что происходит я беру функцию f дифференцирую в направлении w я вот не помню так ли мы обозначали но вот давайте даже вот так напишем направлении w от t f гамма t сколько нужно скобок еще да при t равном нулю вот это равно значению билинейной формы на такой паре векторов в дубль в от нуля и гамма штрих от нуля вот это билинейная форма b и называется гисяна значит я подчеркиваю ну вот я не стал повторять это в определении теоремы формулировки теоремы что мы предполагаем что точка в которой мы считаем это критическая точка значит самый важный случай которым который у нас чаще всего будет возникать вот какой это естественный случай когда мы рассматриваем в качестве векторного поля w просто вектор скорости значит следствие до того как я докажу теорему рассмотрим в качестве w вектор скорости значит получается ну тогда понятно мы дифференцируем просто f вдоль вектора скорости и тогда получается вот что ну это получается вторая производная f на гамма при т равном нулю это гисян на паре получается просто квадратичная форма значит давайте докажем теорему ну естественно поскольку это факт локальный я могу считать что все происходит в евклидовом пространстве в координатах значит гамма т гамма 1 гамма n и когда мы считаем значит вот сначала вот это выражение значит что мы должны взять мы должны понятно вот в точке гамма от т отложить вектор пропорциональный w от т правильно значит f гамма от т ну я напишу tau w от т и посчитать эту производную при tau равном нулю ну вот из картинки все это хорошо видно значит мы считаем производную сложные функции значит это будет сумма по и от единицы до ну поскольку у меня все время многообразие было мерное вот здесь тоже конечно им надо было писать так больше нигде у меня это коварная n не появлялась в до m d f по d x и вычисленная вот в этой точке на производную и той координаты аргумента по tau на w и это от т от т ну и можно это написать да здесь давайте все таки напишем для ясности что это гамма при tau равном нулю вот теперь если я посчитаю производную этого по т гамма от т на w и т у меня получится вообще говоря сумма двух двух слагаемых, да, при, теперь уже t равном нулю, у меня получится сумма двух слагаемых, но одно из них, значит, когда я буду дифференцировать, вот это я оставлю на месте, а это я буду дифференцировать. То есть, здесь получится, когда я подставлю t равное нулю точка p, и эта слагаемая будет нулевое, из-за того, что мы в критической точке останутся ненулевыми, только те слагаемые, которые не содержат первых производных f по аргументам, ну а тогда это будет сумма по i, g от единицы до m. Значит, я должен дифференцировать вот эту сложную функцию, значит, я производную по координате x и должен продифференцировать еще по x, g умножить на житую компоненту вектора гамма, но все это считается в нуле, ну вот и получится d2f, dxe, dxg, все это в точке p, на, ну гамма штрих, житая, дубль веки. Ну и мы видим, что в этой ситуации гессиан это просто симметричная билинейная форма, которая имеет координатами матрицу вторых производных. Я не знаю, в анализе что-то похожее у вас должно было быть, что вторая производная считается на ядре первой. Так, есть еще один способ задания второй квадратичной формы. Значит, он на самом деле, как мы сейчас увидим, практически параллелен первому, но он удобен тем, что мы можем рассматривать некую глобально определенную функцию. Значит, вот опять-таки я рассматриваю м-мерную поверхность в м плюс одномерном пространстве, беру точку p, беру нормаль касательному пространству в точке p и рассматриваю вот такую функцию f, давайте, от чего, от x. Это скалярное произведение x на нормаль, значит, она оказывается определенной на всем. Ну вот, на самом деле, она просто на всем пространстве rm плюс один, естественно, значит. Ну, я могу рассматривать ее сужение на m. Я буду обозначать той же самой... Так, сейчас. Все-таки лучше как обозначение. Нет, давайте мы... Давайте мы... Вот эту большую обозначим f, а f... f маленькое, сужение f большой на m. Получится. Так вот... Так... Сейчас аккуратно, что я хотел сделать. Значит, отметим прежде всего, что точка p критическая точка функции f. Ну, понятно. Значит, f отображает касательное пространство точки p в себя. Ну, и так можно. Значит, поскольку f линейная функция, df константа, и df совпадает... Так, сейчас ерунду я говорю. Ну, да. поскольку линейная, значит, тогда f маленькая отображает касательное пространство в себя, и... А на нем, естественно, получается 0 на касательном пространстве, потому что векторы из касательного пространства в скалярном произведении дадут мне 0. И... Значит, поэтому p критическая точка, в ней определен гессиан, и значит, утверждение вторая форма поверхности p и гессиан d2f в точке p совпадает. мы можем определять гессиан этого отображения просто с помощью вот такой глобально заданной на всем пространстве функции. Давайте сделаем перерыв. Значит, что у нас получается? У нас получаются две симметричные билинейные формы. поэтому для того, чтобы доказать, что они совпадают, достаточно доказать... Значит, достаточно доказать, что совпадают соответствующие квадратичные формы. рассмотрим... Значит, рассмотрим... касательный вектор... W и рассмотрим кривую на поверхности p гамма гамма от 0 p такая, что гамма от 0 p, а W это гамма штрих. W и кривая гамма. Значит, я могу записать гамма от t в наших координатах. Давайте я точка точка вот здесь будет t w и точка на поверхности будет h. t t w Значит, по следствию вот я доказывал... Да, но мы помним, конечно, что p это критическая точка h вторая производная f так производная h в нуле так аккуратно мне здесь нужно на w это просто вторая производная так все-таки я давайте мы рассматриваем вот ту функцию f это гамма f от гамма от t вторая производная при t равном нулю но что такое f от гамма от t это скалярное произведение гамма с нормалью то есть скалярное произведение f с нормалью значит это просто h от t w значит я беру скалярное произведение вот этого вектора под таким все все нули и единичка значит это h от чего т w так зачем здесь скобки ладно вторая производная т т равном нулю это d2 h в нуле w а это и есть наша вторая форма на w значит таким образом мы можем считать вторую форму через вот эту самую глобально определенную функцию так следующий маленький раздел теорема минье я уж выпишу на самом деле конечно он минье такой как бы прикладно теоретически военный французский он был бригадный генерал считается что он изобрел дирижабль теорема минье связана вот с чем давайте рассмотрим опять таки мою поверхность точку и гладкую кривую которая лежит на поверх на поверхности и проходит через точку p в натуральной параметризации значит гамма кривая на m гамма от нуля p и натуральная параметризация и значит точно так же мы рассматриваем нормаль в точке p и называем нормальной кривизной кривой определение нормальная кривизна кривой гамма в точке p кп над гамма это скалярное произведение второй производной гамма в нуле на нормаль значит я напоминаю что здесь n это именно вот выбранная наша нормаль поверхности значит гамма это отображение ну в поверхность значит в на самом деле rm плюс 1 и ну нормаль тоже вектор из rm плюс 1 значит вот их скалярное произведение значит давайте вспомним откуда берется обычная кривизна натурально параметризованной кривой значит мы считаем вектор скорости гамма штрих он единичной длины мы считаем его производно и вот это представляем вторую производную в нуле как число на нормаль значит этот вектор ортогонален вектору скорости поскольку вектор скорости имеет постоянную единичную длину и это нормаль кривой вот это вот кривизна кривой как бы значит как они связаны с нормальной кривизной значит если я посчитаю значит я должен скалярно умножить вот это на ну давайте вот я здесь поставлю м имея ввиду что у меня две нормали одна нормаль к поверхности а вторая нормаль к кривой значит вот классическая стандартная кривизна кривой гамма выносится за скобки и мы получаем скалярное произведение двух единичных векторов а это естественно косинус угла между нормальными ну и видно что вот это число всегда не больше кривизны так вот теорема Минье состоит вот в чем что вот это самая нормальная кривизна гамма это просто вторая форма поверхности посчитанная на паре векторов гамма штрих ну гамма штрих от нуля здесь имеется значит таким образом на самом деле нормальная кривизна зависит зависит не от кривой а только от направления ее касательного вектора ну доказательства здесь совсем короткое значит вот это самая вторая форма это f от гамма т два штриха при т равном нулю f от гамма т ну вот f там у нас была значит она осталась это скалярное произведение гамма на нормаль ну а поскольку нормаль вот здесь вот давайте еще раз подчеркну что это нормаль поверхности она постоянно и поэтому когда мы дифференцируем скалярное произведение дифференцируется только гамма ну а это получается это и есть по определению нормальная кривизна значит я пока что работал вот в этих локальных координатах у меня поверхность около около точки п задавалась графиком функции на касательном пространстве и что то мы брали касательное пространство функцию аж и значит поверхность можно задавать параметризованно мы с этого начинали значит этот кусочек будет называться так вторая квадратичная форма параметризованная поверхность и параметризованной параметризованной в пространстве rm некую область у и отображение r в пространство раны размера с тем плюс один образом которого является моя поверхность значит мы предполагаем что здесь все хорошо регулярная поверхность дифференциал сюрре активен ну поскольку это все локально у меня возникает естественно вот значит точка p на поверхности пусть это образ начала координат и локальная поверхность задается уравнение у меня есть дифференциал у меня есть вторая d2 r от p это били нейная симметричная били нейная форма так вот вот это самая вторая квадратичная форма параметризованной поверхности поддавайте ее вот так обозначать буквой r в точке p это вот что такое мы берем опять-таки нормаль касательному пространству и на двух векторах вот это теперь векторы вот этого пространства r мы считаем скалярное произведение d2r п значит сейчас аккуратно d2r 0 w1 w2 на нормаль значит что здесь происходит вот давайте смотреть r у меня m r от у м мерный вектор значит вот здесь получаются били нейные формы соответствующие каждой компоненте они считаются на векторах w1 w2 значит получается m плюс одномерный вектор и мы читаем скалярное произведение с m плюс одномерным вектором значит я напомню что предыдущую вторую форму я привязывал а только сейчас секундочку давайте аккуратно значит она была вот так и теорема говорит что эти две формы связаны вот как вот это вторая форма поверхность вот предыдущая посчитанная на образах этих касательных векторов под действием дифференциала r в нуле значит это вторая форма д-р д-р так доказательства значит давайте обозначим через дубль в и и с крышкой вот как раз эти самые образы под действием дифференциала дифференциала рассмотрим в р.м. прямую так сейчас значит опять таки поскольку у нас и та и другая симметричные билинейные формы достаточно проверить совпадение их квадратичных форм я зря значит достаточно проверить что они совпадают на одном и том же векторе значит вот давайте w с крышкой 0 w рассмотрим вот здесь кривую гамма от w t и кривую на поверхности гамма с крышкой это r от w t значит кривая которая проходит через образ нуля через точку п значит вот там было написано чему равна вторая форма если я посчитаю d2r в нуле что это такое будет ну мы считали что это вторая производная значит тогда вот это вот это будет скалярное произведение на нашу нормаль но вот мы этим соображением уже пользовались что когда я считаю производную скалярном скалярного произведения кого-то с постоянной нормалью то это то же самое что если взять вторую производную просто вот скалярного произведения потому что все члены которые получаются от дифференцирования нормаль они нулевые поскольку нормаль постоянно значит мы получаем гамма ну так нехорошо конечно давайте вот так напишем вот а это у нас уже было это просто гисян функции функции в точке p что происходит мы дифференцируем кривую вдоль ее самой мы дифференцируем кривую гамма с волной два раза вдоль ее самой на гамма штрих в нуле гамма штрих в нуле гамма штрих ну а это и есть значит поскольку гамма штрих в нуле это дифференциал r в нуле умножить на производную аргумента по t гамма штрих это и есть W с крышкой d2 df dr в нуле w dr в нуле w dr в нуле w ну а мы доказывали что это совпадает со второй формой поверхности m в точке p на вот этих так и последняя тема связанная с вот этой самой геометрии поверхности это вот что такое это так называемое гауссово отображение значит пусть у меня опять есть м мерная поверхность в м плюс одномерном евклидовом пространстве значит мы рассматриваем все еще раз локально около некоторой точки p и я могу в каждой точке r рассмотреть касательное пространство к м и могу рассмотреть нормаль n от r теперь уже мы не фиксируем нормаль касательному пространству в точке p а смотрим на то как меняется нормаль когда меняется точка на поверхности ну мы всегда можем выбирать две нормали понятно что значит поскольку все локально мы можем выбирать одну которая меняется непрерывно ну и на самом деле она меняется гладко вот единственное что я сделал нехорошо r мне сейчас понадобится пусть это точка p штрих ну почему я могу локально выбирать гладкая ну например если у меня m равно 2 а поверхность m задано как график отображения плоской области в r3 то касательное пространство значит вот если здесь координаты у в значит касательное пространство натянута на векторы r штрих по по у r штрих по в значит это базис в касательном пространстве и я могу просто взять в качестве нормали единичный вектор параллельный вектором у произведения r штрих у крест r штрих в делить на значит поскольку r гладкое отображение все выписывается в виде явных формул получается гладкое отображение ну а в случае произвольной размерности у нас было обобщенное векторное произведение которое тоже было ортогонально значит если размерность m произвольно то нужно брать просто обобщенное векторное произведение но полезно вам вспомнить что это такое значит вот что у нас получается у нас получается моя поверхность m в каждой точке p у меня есть единичная нормаль n к к касательному пространству значит n ну и мы считаем как я сказал что это гладкое что что нормаль гладко зависит от точки и у нас получается отображение n из m в единичную сферу пространство пространство м плюс 1 значит мы в каждой точке многообразие m выбираем нормаль к касательному пространству мы выбираем m плюс одномерный вектор единичной длины естественно его отождествлять с элементом m-мерной сферы теперь что происходит дальше вот давайте я нарисую может быть вот у меня есть точка p касательное пространство поверхность m и вот это вот нормаль n от p она ортогональна касательному пространству в точке p ну поскольку она нормаль если я теперь нарисую сферу и рассмотрю точку на сфере соответствующую этой нормали то совершенно очевидно что касательное пространство ну вот если я эту точку обозначу ну никак не будет хотя наверно раз это та же самая нормаль перенесенная в начало значит отсюда видно да да значит очевидный геометрический факт который легко доказывается что касательное пространство к сфере перпендикулярно перпендикулярно вот этому самому радиус вектору значит вектор n от p точно так же перпендикулярен касательному пространству ну и если мы рассматриваем эти касательные пространства как линейные пространства мы их можем естественно отождествить это два параллельных м мерных подпространство пространство и поэтому у меня возникает значит вот это вот отображение n я могу рассматривать его как отображение касательного пространства к м в точке p в себя вот это и есть гауссовое отображение ну естественно оно зависит от p и мы хотим посчитать как устроен его дифференциал мы хотим посчитать как устроен его дифференциал ну давайте сначала сделаем первый так ну конечно со свойственной мне умением сказать ерунду конечно вот это гауссовое отображение отображение многообразия сферу по нормалям но тем не менее мы хотим значит наша цель понять как считается его производная поездка водная поездка или м м м м м м м м Так, и, 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 и. И, конечно, вот здесь. Введем специальный оператор. Который на векторах из касательного пространства точки P действует вот так. Это минус производная на W. Почему удобно делать минус, мы сейчас увидим. Это оператор носит имя собственное. Это оператор Вейн Гартена. Так вот, теорема утверждает вот что. То, что если для любых двух касательных векторов из касательного пространства в точке P это скалярное произведение образа под действием S на другой. Это просто вторая форма поверхности, вычисленная на этой паре. Ну и отметим сразу очевидное, но важное следствие, что S самосопряженный оператор. Если я его перекину внутри. Это было у вас понятие самосопряженного? Ну, оператор T самосопряженный. Если, ну, в соответствующем пространстве, T там, W, W равно, W. Вообще говоря, если T произвольный оператор, и мы хотим выразить то оператор, для которого вот это верно для любых V и W называется сопряженным к T, A, если сопряженный с T совпадает, то есть такие равенства выполнены, то он самосопряженный. Так. Значит, доказательства. Рассмотрим два произвольных касательных вектора. точка P M W1 W2 И рассмотрим на M кривую гамма гладкую, естественно, проходящую через точку P и такую, что ее касательный вектор в нуле это W1 значит, поскольку мы можем работать в локальных координатах, то мы можем построить векторное поле W от T вдоль кривой гамма нам достаточно любой малой окрестности такое, что W W от 0 это просто второй данный нам вектор W W очевидно в локальных координатах такая вещь и теперь мы посчитаем как меняется нормаль при движении по вдоль кривой гамма значит, мы берем N от T это нормаль к M в точке гамма T ну, поскольку она нормаль она перпендикулярна значит, что у меня получается у меня вот есть точка гамма T есть в ней касательное векторное поле значит этот вектор лежит в касательное точке гамма T M значит, он перпендикулярен нормале вычисленной в точке гамма T ну, вот и значит, скалярное произведение равно нулю N гамма T на W ну конец да, это значит, если я это равенство продифференцирую я по-прежнему получу 0 ну, а производная скалярного произведения мы это с вами обсуждали это сумма скалярных произведений сначала дифференцируется первое умножается на второе значит и я посчитаю эту производную в нуле N штрих гамма от T W 2 от T при T равном нулю плюс N гамма от T на W штрих от T но так посмотрим сначала на второе слагаемое значит первый сомножитель там просто N от P при T равном нулю а второй ну вот значит значит у нас вот была теорема как считать такое скалярное произведение значит это просто вторая вторая форма на гамма штрих от нуля W2 от нуля значит значит что происходит мы берем нашу функцию F которая я напоминаю была произведение скалярное произведение на нормаль значит F гамма от T это N гамма от T на N от P и считаем ее производную значит берем поле W2 вдоль кривой и считаем производную вот этой функции значит посмотрите ту теорему которая была ну а это при T равном нулю значит как считается N ну N от гамма от T штрих при T равном нулю значит это просто сложная функция это D N в точке P на гамма штрих от нуля да 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 ну вот надо написать видимо вот так N гамма от T сколько штрих мы считаем просто производную вот это я там так и написал здесь здесь и получается что мы дифференцируем сложную функцию и значит первое слагаемое равно D M P а гамма штрих от нуля это W1 W1 здесь получается просто W2 в нуле это W2 плюс скалярное произведение что мы посчитали а плюс вторая форма так ну или лучше так написать что это минус S от P W1 W2 а это вторая форма гамма штрих от нуля W1 W от нуля W2 значит их сумма 0 ну а это и означает что выполнено вот это равенство которое я и обещал так так на этом мы расстанемся пока что со второй формой и перейдем ну к такому более внимательному рассмотрению риммановых многообразий но сначала мне понадобится информация из алгебры связанные с тензорами значит были у вас тензоры стандартный проверочный вопрос что такое тензор это очень нет да не нет это очень алгебраично давайте мы все-таки чуть чуть опустимся на землю и все-таки поговорим на таком более простом языке которые нам в дальнейшем понадобятся значит ну заголовок будет громкий а я все-таки я вот долго думал говорить об этих вещах подробно подробно или нет ну как-то опыт показывает что такие элементарные вещи до всяких до того как я начну говорить о тензорах значит элементарные вещи связанные с сопряженным пространством все-таки их полезно напоминать потому что это общий такой математический фольклор значит пусть просто в конечномерное вещественное векторное пространство самый такой стандартный объект и линейный функционал это я надеюсь вы хорошо помните на ве это отображение так какие буквы я себе давайте кси значит которая линейна если у меня есть числа альфа и бета и элементы в и дубль в то кси альфа в плюс бета дубль в это альфа кси в плюс бета кси так вот мы рассматриваем сопряженное пространство в со звездочкой это просто пространство линейных линейных функционалов основы значит вот оказывается что оно устроено очень хорошо в том смысле что его сопряженное пространство можно отождествить с первоначальным пространством в и отождествление происходит совершенно элементарным способом если я зафиксирую в в вот такое отображение омега в которое значит омега в от кси это кси на в ну чаще пишут вот вот так понятно что главный главный источник всей этой теории это евклидово пространство со скалярным произведением значит я просто хочу напомнить как это отождествление происходит значит вот это линейный функционал на в со звездочкой ну я даже не буду проверять вы с легкостью проверите что вот отсюда так так вот оказывается это и есть главное что нужно проверить что все любой линейный функционал на в со звездочкой получается таким образом значит мы фиксируем вектор в из первоначального пространства и рассматриваем вот так определенное отображение кси значит для любого линейного функционала кси из в со звездочкой существует единственный вектор в такой что вот это вот омега в значит как это делается конечно это факт гораздо более общий но поскольку мы будем работать именно с конечномерными пространствами недостаточно а делается это очень просто мы рассматриваем базис е1 е н в и строим двойственный ему базис в со звездочкой значит мы берем в Такие функционалы, что кси и т на е и т единица, а кси и т на е ж и т 0 при ж, не равном и. Значит, совершенно понятно, что существует единственный линейный функционал кси и, который этим удовлетворяет. Просто нужно взять любой вектор, разложить по базису c1e1 плюс n e n и положить кси и т на v, равное этой компоненте. И, значит, мы получаем сразу линейность, мы получаем вот эти свойства. И как теперь находить v, значит, вот если мне дан любой функционал кси из v со звездочкой, как найти соответствующее v? Ну, понятно, как нужно посчитать его на... Так... Ерунду я... Значит, нам же нужен был функционал на сопряженном. Для любого функционала омега... Господи... Существует единственное такое, что... Ой, Господи... Значит, еще раз, что я хочу... Ну, да, вот... Я хочу показать, что пространство линейных функционалов на v со звездочкой... Вот так разумно изоморфно первоначальному пространству v. Значит, фиксируем базис и двойственный базис... Посчитаем значение вот этого омега на элементах двойственного базиса. И теперь... И теперь... Возьмем в качестве v... Омега-1e1 плюс... Омега-1e1 плюс... Омега-1e1 плюс... Омега-1e1 плюс... Омега-1e1 плюс... Ну, и я утверждаю, что... Для любого кси... Будет выполняться такое равенство. Ну, действительно... Если кси это... С1, кси1 плюс... СН, ксиН... То... Омега на кси... Это что будет? Значит, это будет... Значит, это будет... Так... Фух... Омега на кси... Омега на кси... Омега это линейный функционал... Значит, мы считаем его на... Вот этой линейной комбинации. Это будет... С1... Омега-1 плюс... Омега-1... Омега-1... Просто мы... Омега-1... Омега-1... А с другой стороны Кси на В это С1, Кси1, СН, КсиН, ЕН. Ну и вот по этим, по тому, как связаны между собой двойственные базисы, мы получим то же самое. Значит, такой вектор В, для которого вот это равенство выполнено для всех Кси, мы нашли. Теперь, почему он единственный? Ну, если есть два вектора В и В' такие, что КсиВ равно КсиВ' для всех Кси, то, значит, для любого Кси, Кси на В минус В' равно нулю. Ну, ну и легко понять, что отсюда следует, что В равно В штрих. Значит, если у вас на любом, любой функционал отображает вектор в нуль, то этот вектор нуль, это, ну, это двойственное к тому, что если у вас есть некий вектор и на нем значение любого функционала нуль, то функционал нуль. Ну, это, я думаю, что это вы уже сами осознаете. Вот. Так вот, теперь главное, как определить тензор так, чтобы нам значит, определяется тензор валентности R, S где R и S целые неотрицательные числа значит, если R, S это 0, 0 то тензор валентности 0, 0 это просто число а вот если R и S не нули то рассматривается рассматривается да, тензор валентности на линейном пространстве V, конечно если R, S не нули, то рассматривается вот что рассматривается произведение произведение сопряженных пространств на себя так, что у меня было первое R раз первоначальное пространство умножается на себя S раз и тензор это отображение вот этого произведения вещественные числа которая линейна по каждому аргументу вот самое такое как бы доступное и понятное известных мне определений чем мы и будем пользоваться значит довольно часто элементы сопряженного пространства называют ко-векторами и тензор это тензор валентности R, S это полилинейное отображение у которого первые R аргументов ко-векторы а следующие S аргументов это векторы моего исходного пространства ну и множество тензоров валентности R, S обычно обозначают вот таким знаком да на линейном пространстве ну вот в следующий раз мы сначала посмотрим на какие-то простые свойства а потом введем главный объект всей этой науки которые нам понадобятся тензорное поле на многообразии ну в котором вот этими пространствами V будут касательные пространства многообразия так давайте на сегодня остановимся я подогнал я ходу на